Всем привет, это я. Я наконец-то добралась до очередной записи экрана. Сто лет что-то не снимала. Точнее, нет, недавно я снимала и почему-то не записалась. Короче, я сегодня буду показывать, как я обрабатываю свои рисуночки линером. Вот, да, телефон надо отключить нафиг, чтобы не мешал. В общем, буду показывать, как я обрабатываю свои рисуночки линером, свои раскраски для тубу скраса и прочие картинки для, например, стоков, если надо будет. Но, впрочем, раскраски я тоже на стоки закидываю, если кто еще не в курсе. Я недавно, когда начала работать на новом компьютере, почему-то не могла обработать картинку. И меня это вообще поставило в ступор и тормозило процессы, но потом я обнаружила проблему, почему я не могла нормально обрабатывать контур. Все, вся причина была в том, что у меня было плохое разрешение картинки. Я сканировала всегда раскраски, они у меня формата А4 с разрешением 600 точек на дюйм. Многие кричат там, что я маньяк или еще что-то, но по своей практике скажу, что часто в заказах просят не стандартные 300 точек на дюйм. А вот были как раз 500, 600, и поэтому я всегда перестраховываюсь и ставлю 600. А последнее я сканировала с разрешением 400, и поэтому контур не могла так обрабатывать, как хотелось. Косяк устранен, все отлично. Сейчас буду показывать уже на примере, что и как вообще я делаю. Короче, у нас тут такой краб. Что я с ним сначала делаю? Да, ничего, просто по центру его сначала поставлю. Сейчас я вам покажу, какие у меня тут параметры. Да, вот 600 пикселей на дюйм, 5000, 7000, нормально. Ничего редактировать не надо, но в принципе, если у вас меньше разрешения при сканировании, вы опять же можете в редактировании изображения, в размере изображения поменять это значение на любое, которое вам надо. Больше, меньше, вот. И все будет нормально. Так, это вот живой скан. И для начала я его перевожу в режим RGB из градации серого, потому что он как-то мне не нравится, как кривые начинают работать. И увеличиваю контраст. Просто делаю белое белым и черное черным. Это делаю в первую очередь для того, чтобы все мои серые цвета, какие-то есть там переходы у линера. Он, к сожалению, идет не чисто черным, чтобы все привести к какому-то одному формату. Вот. И вот сейчас у нас, в принципе, вот было так, стало, так. Далее я немножко подчищаю картинку. в основном сначала я убираю ластиком какие-то линии, которые мне не нравятся. Вот здесь, например, в этих кружочках я их сотру. Какие-то немного торчащие кусочки. Не сильно я очень прям углубляюсь в этот процесс, просто прям пробегаюсь глазами и смотрю, что меня напрягает, сильно торчит. На самом деле, когда потом обрабатываю, сглаживаю контур, мне очень нравится такой эффект витражный, который получается. И если иногда там что-то торчит, то мне прям нравится. Ну, опять же, это уже на усмотрение. И, конечно, я всегда стараюсь рисовать изначально так, чтобы было минимум обработки, потому что, конечно, сидеть с листочком бумаги, карандашиком, фломастером куда приятнее и проще, чем потом за компьютером все вот это вот подчищать. Пробегаюсь, смотрю, какие-то убираю выходящие линии. Также я могу вот добавить, если у меня тут где-то что-то недорисовано, часто бывает, что не довожу линии, я беру просто кисть и подрисовываю. Но, опять же, стараюсь, чтобы этого не было и мне проще, когда там линия, например, выходит за пределы ее, потом стереть, чем дорисовывать. Такой вот у нас классный краб. вот здесь такая большая поплешина. Да, в целом он вообще ровненький, идеальный. Надо вам было похуже картинку найти для примера. Уж слишком какой-то. Ладно, стремимся к идеалу, чтобы все картинки были в таком исходном варианте. Так, давайте еще к лишней посмотрим. какие-то такие точечки тоже подтираю спокойно. Иногда у меня остается карандашный рисунок, когда я его делаю, но я его делаю очень редко. Вот, и в принципе он при работе кривыми, при коррекции уже убирается, но иногда остается и тоже его подчистить собственно не проблема. Так, давайте здесь неправнее делаем. Далее я себе поставила заметку, чтобы записать потом видео урок о том, как круто раскрашивать симметричные работы асимметрично. Это реально очень клево, может быть это тоже обсудим. Далее я, кстати, вы можете перевернуть картинку, если она у вас горизонтальной ориентации мне так удобно меня не напрягает, потому что потом все равно когда буду сдавать макету на печать, я уже лишние движения просто не делаю. В общем, следующий этап я делаю дубликат слоя и начинаю уже работать с линией. В принципе, у нас здесь такая линия нормальная, но, конечно, не идеальная. Простой вариант взять и оттрессить все в иллюстраторе. Я хотела это сделать, но оказывается, я снесла иллюстратор, поэтому не буду я его устанавливать, я уже буду редактировать так. И для того, чтобы нам работать с контуром, нужно его выделить. И я выделяю, беру опцию выделения цветового диапазона и выделяю как раз белый фон, потому что опять же, черный весь выделить может не получиться, потому что где-то может быть не совсем черный, сероватый, а белый, он прям белый у нас конкретно. Вот я его выделяю, вот, и в принципе меня-то уже вот линия этого контура устраивает. И я хочу ее сгладить, чтобы у меня линии были ровные. Здесь вот видите, это драненькое, все пиксели, но сначала я работаю с модификацией линии с ее сужением, сжатием точнее. Вот я ее сжимаю на пару пикселей и у нас линия, видите, отходит. Я это делаю для того, что когда идет сглаживание, оно может съесть нашу основную линию. Короче, можете попробовать, у меня это всегда выходит с косяками, потом приходится дорисовывать. И далее выбираем опцию сгладить линию и ну давайте, пять пикселей оставим. и линия у нас уже вот здесь выделение значительно ровнее идет. И сейчас я ее давайте еще может быть пополам немножко ее сгладить. и обратно я ее сужаю. Точнее расширяю, потому что у нас выделена белая область, но это короче заморочки такие уже. Так, давайте на пять пикселей попробуем. И вот у нас линия заходит даже на этот черный. Посмотрите как сглажены линии. Это конечно крут, но я еще очень-очень сильно увеличила. На деле у нас вообще все будет идеально. И теперь так как мы помним, что у нас выделена белая область, я ее очищаю. Вот. Такая вот красота. и в принципе уже может устроить людей, но если мы посмотрим, вот здесь остаются такие косячки. И нам надо все это закрасить, делать. Тоже все делается просто. Делаем инверсию выделения и делаем заливку. Цвет выбираем. Черненький. Окей. И все. Вот такая у нас заливка. И посмотрите какая хорошая линия. мне очень нравится этот эффект. Может быть кто-то будет возмущаться, что есть такие вот переходы. Вот кстати вот это я буду потом подкрашивать. Опять же просто беру кисточку и дорисовываю. Мне очень нравится как раз такой эффект, потому что это подчеркивает то, что рисунок сделал ручками. Вот если вы хотите такой векторный чистый рисунок, это вам надо прям векторе отрисовывать. Мне это не нужно, я этого как раз не хочу, потому что меня вот эти векторные линии раздражают, они всю красоту для меня убивают. Все у нас хорошо отрисовалось. если где-то очень сильные такие черные пятна, я смотрю это обычно при полном масштабе, то я могу их подчистить. Например, вот это давайте уголочек возьмем. Если где бывает много линий, я просто беру и подчищаю чуть-чуть. Можно прямо ее и туда добить, но опять же это будет немножко не вписываться. Красота! Слушайте, мне все нравится. Прекрасная линия для формата А3, который я печатаю, вообще все идеально и даже не для А3 побольше подойдет. Все прекрасно. Вот такой вот у нас краб. Все с ним отлично и видите, элементарно обрабатывается контур. Все это дело сохраняю. Я себе как в исходнике сохраняю PNG. Где у меня там готовые были? Десятый мой краб. Вот. Ну, а для шаттера я сохраняю JPEG. Я не помню просто PNG можно там или нет. Я просто все в JPEG отправляю. Но если что, опять же подчистить уже и удалить фон на картинке с таким контуром будет очень-очень просто. Вот весь секрет обработки контура. Можете поэкспериментировать с выделением, с модификацией линии, посмотреть, как это работает, как это вам поможет. Потому что часто, когда, например, акварельные иллюстрации сканируются, остается вот этот вот белый контур, опять же, выделяете, сглаживаете, сужаете его, и можно практически всегда обрезать ненужное. Но опять же, все индивидуально, и вообще все работы, которые нарисованы ручками, они требуют, конечно, кропотливого обращения. Надо над ними трудиться, потому что все-таки это ручная работа, и какого-то механического способа, мне кажется, универсального здесь не найти. Вот, на этом все. Всем спасибо, что посмотрели, надеюсь, было полезно, спрашивали, отвечаем. Вот, если есть еще вопросы, вот, вопросы к этому крабу, например, задавайте. Вот, а я пойду доделывать еще раз красочки, у меня их там штучек пять, по-моему, набралось. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok